Всем привет! Сегодня я расскажу вам историю моего детства, как меня воспитывали, что в меня вкладывали. Я хочу с вами поделиться. Вы же, как подписчики, зрители канала, очень любите, когда блогер честный, открытый, реальный, такой, какой он есть. Как вы могли заметить, я не допускаю в кадр своей личной частной жизни, потому что мой муж и ребёнок не выбирали, и мои родственники, вести блог. Они к этому не причастны. Это чисто всё моя личная инициатива. И сегодня я хочу немножко открыться для вас, чтобы вы поняли мой внутренний мир. Может быть, кто-то ответит на какие-то вопросы, которые вы мучили внутри, для себя обо мне, которые вы не могли мне задать. Но я хочу рассказать важные моменты, которые будут меня характеризовать как человека. Я думаю, что вам сегодня очень многое станет ясно. Я хочу... Мне очень-то волнительно. Я никогда не была настолько, например, честной и откровенной. Но в моём воспитании, как я... Это как бы не секрет, меня воспитывала одна мама. Я всегда рассказывала, что в детстве до школы я жила у бабушки с дедушкой в деревне. Я из Сибири. И потому что моя мама не могла за мной, скажем так, смотреть, ухаживать в должной мере. Она очень много работала, потому что воспитывала меня одна. И я очень часто болела. Я довольно-таки была болезненным ребёнком. У меня были больные почки. Потом выяснилось, что у меня проблемы с сердцем. Из-за почек неправильного функционирования, выделительной системы у меня постоянно были всякие проблемы с кожей, аллергии различные. И я помню себя в детстве, в возрасте трёх где-то лет. Это наркозы. Я даже помню, как мне маску надевали, чтобы я уснула. Я даже помню вкус этого наркоза до сих пор. Это было очень страшно. Я помню, нас с мамой в больнице. Мы лежали в больнице по три месяца, по два, на всяких обследованиях, на изучении и тому подобное. В общем, я была, довольно-таки скажу, серьёзно больным ребёнком. И когда мама осталась на руках после тяжёлой аварии, мы попали, она осталась инвалидом, с разбитой головой и просто с раскрошенной ключицей. У неё были очень тяжёлые операции. Она очень долго восстанавливалась. И тогда, в тот момент, у меня бабушка и дедушка к себе забрали, потому что мама физически не могла со мной. Она была просто разбита в прямом смысле. Она была вся переломанная с инвалидностью. И я такой больной ребёнок. И надо было потом выходить на работу. И я очень часто болела. Меня попытались отдавать в садик. Это постоянные... Ну, короче, я меня вообще... Я не помню, чтобы я прям в садик очень много ходила. Было решение такое, чтобы забрать меня к дедушке с бабушкой, что дома со мной никто не мог оставаться. И меня отвезли к бабушке с дедушкой в деревню. И вот мое детство. Я хочу рассказать, что повлияло на меня. Я уже как взрослая это понимаю. Ценности, взгляды какие-то. Что повлияло на меня, на формирование меня как личности. Папа в моём воспитании не участвовал. Потому что они с мамой разошлись. Когда вообще мне там уже года два было. Прям такой возраст. В моём воспитании участвовал мой дедушка. К сожалению, моего дедушки уже пять лет нет. Для меня это была самая большая трагедия. Удар, когда я его не стала. В принципе, он уходил очень тяжело. И, скажем так, все всё понимали, что происходит. Он умер в итоге от рака. Но это было так. Я не понимала. У всех же умирают бабушки, дедушки. Всем горько, всем плохо. Но почему я это так больно переживаю? И спустя только годы, вот пять лет прошло. Я понимаю, почему. Потому что у меня дед взял вот эту роль мужчины и отца. И, по сути, когда его не стало, я не дедушку хранила. Я хранила своего папу. Я бы так это назвала. То есть это такой постулат. Какой мужчина должен быть. Как он должен относиться к семье, к женщине, к детям своим. То есть вот эти базовые вообще ценности. Потому что я своё детство проводила со своим дедушкой. И я вообще считаю, что он был классным мужиком. Настоящим мужчиной. Он очень хорошо воспитывал своих детей. Внуков в том числе. Я не одна внучка. У него их было много. Он нам всем всего давал внимания. Он был именно тем мудрым, правильным мужчиной. В нашей семье у дедушки с бабушкой никогда не было пьянок-алкоголя, скандалов, руганье, чтобы кто-то кого-то бил, пугал, истерик. Вот этого вообще ничего. В моей жизни, в детстве, у моей мамы в детстве. Это не наша история совсем. Дедушка воспитывал... Почему я прадедушку? Потому что бабушка у меня была за дедушкой. Как за стеной. Он был вот этим скреплением семья. Она всю жизнь прожила за мужем. И дедушка был такой прям глава семьи настоящей, который всех объединял. Он был строгий где-то. Но я сейчас понимаю, что довольно-таки лояльный он был мужик, нормальный, с семейными хорошими ценностями. Я очень благодарна своему детству. Я даже рада, что тогда моим воспитанием занимался дедушка и бабушка занимались. Как я росла. Я вижу в этом только плюсы. У меня заложились очень классные качества моего характера как личности. На меня это повлияло. Я там даже благодарна, что так сложилось. Так вот, что сделало моего дедушку таким настоящим семьянином, отзывчивым, где-то строгим, но очень справедливым настоящим мужчиной? И он мне дал вот этот образ настоящего человека. Мужчина, который с тобой должен быть рядом. У моего дедушки еще было тяжелое детство. Он был седьмым. Ой, нет, у них в семье было семь детей. Тогда по-моему, выражали. Это было в сороковые. И он жил, он по национальности чистый чуваш. Такая народность. По-чувашки он никогда не говорил, но лицо, типичный чуваш его физиономия, вообще как он выглядит, повадки какие-то, да. Но языка он не был носителем языка. Его папа ушел на фронт во Вторую мировую. И с ним осталась его мама и их семь детей в семье. У него был один старший брат. Деду было тогда семь лет. И дальше уже за ним шли сестры, другие братики и так далее. Самому младшему было несколько месяцев, когда отца забрали на фронт. И буквально через несколько месяцев, когда мать жила с ними одна, они жили в пригороде города Омска, в частном доме. Ну, деревня как бы обычно, пригород, это не прямо уж деревня, такой поселок сейчас называется городского типа, да. Но в частном доме они жили. И они были очень бедной семьей, у них не было электричества. И тогда, ну тогда еще и многие, в принципе, пользовались керосинкой, лампой керосинкой. И мама у него была в синтетическом таком планте в тот вечер. И она зажгла керосиновую лампу. Случайно, я не знаю при каких точных обстоятельствах, она облилась этим керосином, не удержала ее. И она загорелась от этой лампы. И она сгорела на глазах у своих детей. Она выбежала на крыльцо дома, ну и там в итоге сгорела и умерла. И мне, я слышала, мне-то бабушка рассказывала, даже не дед у нас был в этом плане неоткровенным, у нас такой сдерживающий в себе мужчина, не допускающий слабости. Это мне бабушка рассказывала, что, это он ей рассказывал когда-то, что на крыльце их дома осталось черное пятно от тела матери, когда она сгорела. И вот они остались сиротами. Отец был на фронте, матери не стало. И несколько месяцев, их родственники жили в соседних где-то деревнях, городах, не прям с ними. И когда там телефонов не было, естественно, пока все дошло, что там она умерла, траля-ля, соседи помогли похоронить. Но вот мой дед по мусоркам Омской области собирал еду для своих братьев и сестер со своим старшим братом, который на несколько лет его был старше. Я напомню, деду было 7 лет. Он ловил крыс, голубей. Таким образом он добывал мясо и кормил своих братьев и сестер. Маленький самый, которому было несколько месяцев, он умер от голода, потому что у него не было материнского молока, еще было рано до прикорма и так далее. Когда уже дошла эта весть до остальных родственников, через какой-то промежуток времени, несколько месяцев, это продолжалось, детей разобрали какие-то дальние родственники, кто к себе как мог. Где-то в течение года отца то ли комиссовали, то ли было у него ранение дедушка, то есть мой, получается, прадед, с фронта, потому что у него еще еждивенцы были, и, в общем, он, скорее всего, был с ранением, как я поняла, и он забрал свою, в общем, семья воссоединилась. Вот этот год, они так, в принципе, не богато жили, но такая судьба выпала моему деду. И благодаря этому я всегда росла, зная своих двоюродных дедушек, бабушек, всех его братьев и сестер. Мы все росли одной семьей, мы друг другу всегда помогали. Я понимаю сейчас взрослая, что все это объединение делал мой дед, создавал. Потому что у него это, он все читал всегда сиротой, в этом плане обделенным. Семья – это самое важное, ты должен, обязан помогать всем своим близким, родным. Могу точно сказать, что дедушку воспитывала мачеха, его отец потом женился на женщине, которая приняла всех его детей, шестерых, потому что один умер. Они еще многие выросли, не то что многие, они все выросли достойными людьми. Мой дед был шофером всю жизнь. Грузовика в деревне, но он был такой на подсчете, он был в совете старшин деревни, в руководстве каком-то всегда. Его брат, у меня есть дедушка двоюродный в Москве, он генерал космических войск при положении. У нас очень много маминых братьев-сестер племянных, то есть дети уже вот этих братьев-сестер моего дедушки, которые были директорами чего-то, заводов каких-то, военных при положении, структуры всякие и прочее. То есть это все получили образование. У дедушки был пунктик на высшее образование. Чтобы достичь чего-то в жизни, ты должен быть образованным человеком, что-то знать, короче, да. Так вот, у нас у всех был важный пункт получить диплом института. Когда каждый получал, мы ехали к деду, я даже себя помню, и отмечались, дед показывали диплом, вот смотри, даже я это делала. Когда я принесла ему мой красный диплом, я сейчас понимаю, что мой красный диплом был для деда моего, не для мамы. Мама с меня это никогда не требовала, не настаивала. Это гордость была моего деда. Когда я сказала, дед, я психолог, он мне сказал, а так что за работа такая, психолог? Я говорю, да, с людьми говорить, там проблемы их решаются. Он мне сказал, Галя, я по-другому назову. Значит, твоя работа, твоя профессия — это быть лекарем, врачом души человеческой. Я говорю, да, да, точно так. Кто была моя бабушка? Кто меня воспитывал как девочку, да, как женщину? Моя бабушка была немножко младше моего деда, у них была разница в возрасте. Кстати, они прожили, мы отмечали, я помню, деду с бабушкой золотую свадьбу. Они прожили гораздо больше, чем бриллиантовая, или какая там следующая свадьба после золотой, они её даже прожили. Они всю жизнь были вместе с 18 лет. Моя бабушка — чистокровная украинка из Чернигова, из Черниговской области. Она родилась в семье зажиточной. Тоже большой, около там 4-5 детей у них было. Да, в принципе, по многу дорожали. Но моя прабабушка, которая меня, я вам рассказывала, как-то в виде учила, до 7 лет до школы я говорила чисто на украинском языке, потому что дома она всегда говорила на украинском. Когда я пошла в школу, меня не взлюбила моя первая учительница, потому что я говорила не так, как все дети. Я использовала в своей речи слова из украинского языка. И она меня всегда пыталась переучить. А так как я в сознательную жизнь до 6-7 лет помнила себя с бабушкой, я не понимала, что как можно лужу не назвать лывой, например. Что, другое слово, что ли, есть? Это по-другому можно говорить? Я даже не понимала претензии к себе. Потому что в моей голове был другой язык. Я не знала, что как-то русский язык и украинский для меня столько слившиеся, а для меня это одно и то же было. Я не видела этой разницы. Со временем, конечно, в школе, за пару лет я переучилась, и из моего лексикона все украинские слова ушли. И с тех пор, на данный момент, я понимаю украинский язык. Я не говорю, я не носитель, но я понимаю ход речи, о чем говорится. Для меня это не проблема. Почему я про это затронула? Потому что моя прабабушка, которая в детстве меня воспитывала, участвовала, меня с ней оставляли всегда, когда я с бабкой моей куда-то ездила, уходили, там по ягодам, по грибам, еще что-то. Я всегда сидела с прабабушкой, вот этой украинкой. Она была очень строгая. Очень строгая, потому что она была семьей кулаков, она пережила раскулачивание, она пережила голодомор, она родила детей. И она переехала в начале 40-х, когда началась война, она переезжала с моей бабушкой маленькой поездом вот этим, когда товарниками везли в Сибирь на голое поле, назовем так, на холодную землю. Были в шоке, что там в Сибири очень холодно, ничего нет, им обещали все совсем другое. Так и началась ее новая жизнь с ее мужем. Ее звали Марья, мужа ее звали Филипп, у них были дети, четверо детей. Так они начали свою новую жизнь, поселились там в дедеревне, где вот мой дедушка в итоге потом приехала работать. Так они с бабушкой познакомились. Я была тем ребенком, я помню мои воспоминания из детства, у меня дедушка был такой, он никогда не был, не знаю, неуважающим других, но у него, знаете, какой пункт, я говорила, он там не пил, не курил, у нас вообще запрещено в семье было, сигареты-то вообще, мы такое ничего никто не знал, не принято. Дедушка любил поспорить, у него очень громкоголосно, с темпераментом таким, но он при этом, если ты докажешь, скажем так, как свою правоту, он мог даже извиниться, принять твое слово, но он любил поспорить. Такая у него черта была. Я помню в детстве, как ругались, в соседнем доме жила моя прабабушка, Мария, она приходила, что еще делать, вот дочь ее живет в соседнем доме с мужем. У нас всю жизнь, они всегда были вместе. Мой дедушка нашел в своей тещи свою маму. Они ругались, спорили, что они оба были с таким характером. Я с детства помню, как они друг друга любили, все равно она любила его как сына, а она не видела вот эту мать, которая может где-то там наказание, какие-то вот материнская сила где-то, да. Пошел был сам по себе, с 7 лет самостоятельно, когда добывал еду своим братьям и сестрам. И я помню с детства, как приходила баба Мария к нам на полдня обычно, потом уходила делаем кем-то своим заниматься, и они с дедом постоянно спорили за все, за политику, за жизнь, что в деревне происходит, все сплетни, их главная задача не уступить друг другу, не перетянуть одеяло, задача кто победит. А мы с бабушкой моей слушали, моя бабушка махала рукой и говорила, мам, да перестань уже, или деду моему говорил, да ты, блин, она старше, уступи уже ей. И у нас в семье вот это было паритет к старшим. Это было постоянно. Еще они очень любили играть в карты в дурака, особенно зимой, когда нечего делать, снег, очень холодно, мы там, например, управились там скотиной какой-то, там коровы, свиньи, козы, вся история. А что еще делать-то? Мы сидели дома, приходили наши соседи, либо родственники, дедушки там с бабушками, они для меня уже, да, родственники другие, ходили друг к другу в гости, мы играли там в карты, например, чай пили, вот так телевизор там при этом работал, там сериалы какие-то, Санта-Барбара. И вот в дурака резаться, это тоже вот этот спор был, типа карты на погоны положить, кто там с картами остался, там ты дурак. В общем, любили повеселиться таким образом. И это очень, я с улыбкой рассказываю, это такие теплые мои воспоминания из детства, и мне так горестно от того, что это было в детстве. Из всех них осталась только жива моя старая бабушка, которая уже 80 с лишним лет сейчас, и она, к сожалению, в деменции. То есть она не все понимает, что вокруг происходит. Она где-то сохраняет ясность ума, а где-то нет. Она как ребенок, наивный. И я была тем ребенком в детстве, моя любимая еда – галушки. Я обожаю галушки. До сих пор мама их варит, когда приезжает уже ко мне сюда, в Стамбул в гости. Я обожала молочный суп. Я не знаю, в какой национальности чья это кухня, может, чисто в моей семье было молочный суп. Это с молоком, суп, там яйцо есть, картошка, морковка, лук, но он сделан на молоке. Я обожаю пельмени, сибирские пельмени вкусные. Я сидела, как мой дед чуваш, как говорят по-чувашски, по-турецки, загнув одну ногу себе под попу, а в другую рядом обняв. Вот я, в принципе, сейчас так сижу, я вам покажу, когда ты вот так обнимаешь ногу, а на другой сидишь. Я до семи лет говорила на украинском языке спокойно и до сих пор его понимаю. И сейчас моей бабушке больше 80 лет, уже девятый десяток, и ее родины практически нет. Она плачет. Мы стараемся это не показывать, чтобы не травмировать, потому что у нее было три инсульта фактически, и мы боимся, что мы ее потеряем и стараемся не давать ей каких-то лишних переживаний. В сложившейся ситуации я стараюсь показать уже своему ребенку, что в сердце нет места ненависти. Ты должен любить, понимать и принимать мнение других людей, при этом не изменять себе, и не подстраиваться под то, как тебя хотят увидеть другие люди. Ты должен оставаться при своем мнении или своей позиции. Тебе это делать сильным человеком. И тем, кто меня спрашивал, ну расскажите свое мнение, займи какой-то лагерь, какую-то позицию, какую-то сторону. Судя по комментариям, что на канале происходит, когда я кому-то отвечаю, каждый вкладывает свой смысл и видит в моих словах, когда я пытаюсь что-то реально объяснить, только то, что он сам хочет видеть, его личное представление. И мне нет смысла что-то кому-то объяснять и доказывать, потому что вы все равно меня не слышите и не хотите принимать мою позицию, мою сторону. Но я точно знаю, что мое сердце всегда открыто для любого человека, независимо от его национальности, от его взглядов. Я принимаю, скажем так, вашу злость, вашу ненависть. Я психолог, у меня работа такая. Но в ответ я не отдаю вам то же самое. И я думаю, вопросы ко мне теперь такие закончатся, потому что вы понимаете, кто я и какая. Просто выводы делайте сами. Я не буду вам что-то доказывать, утверждать что-то, переубеждать вас. Каждый остается при своем. Кое-что хочу вам прочитать. Я выхожу на улицу в перерывах между бомбежками. Мне нужно выгулить собаку. Она постоянно скулит, дрожит и прячется за мои ноги. Мне все время хочется спать. Мой двор в окружении многоэтажек тихий и мертвый. Я уже не боюсь смотреть вокруг. Напротив догорает подъезд 105-го дома. Пламя сожрало пять этажей и медленно жует шестой. В комнате огонь. Горит аккуратно, как в камине. Черные обугленные окна стоят без стекол. Из них, как языки, вываливаются обглоданные пламенем занавески. Я смотрю на это спокойно и обреченно. Я уверена, что скоро умру. В этом городе все постоянно ждут смерти. Мне только хочется, чтобы она была не очень страшной. Три дня назад к нам приходил друг моего старшего племянника и рассказал, что было прямое попадание в пожарную часть. Погибли ребята-спасатели. Одной женщине оторвало руку, ногу и голову. Я мечтаю, чтобы мои части тела остались на месте. Даже после взрыва авиабомбы. Не знаю почему, но мне это кажется важным. Хотя, с другой стороны, хоронить во время боевых действий все равно не будут. Так нам ответили полицейские, когда мы их поймали на улице и спросили, что делать с мертвой бабушкой нашего знакомого. Они посоветовали положить ее на балкон. Интересно, на скольких балконах вот так лежат сейчас мертвые люди. Наш дом на проспекте мира единственный без прямых попаданий. Его дважды по касательной задело снарядами. В некоторых квартирах вылетели стекла. Но он почти не пострадал. И по сравнению с остальными домами выглядит счастливчиком. Весь двор покрыт несколькими слоями пепла. Стекла, пластика, металлических осколков. Я стараюсь не смотреть на железную вот эту дуру, прилетевшую на детскую площадку. Думаю, это ракета, может быть мина, но мне все равно. Просто неприятно. В окне третьего этажа вижу чье-то лицо. А меня аж передергивает. Оказывается, я уже боюсь живых людей. Моя собака начинает выйти. Я понимаю, что сейчас снова будут стрелять. Я стою днем на улице, а вокруг кладбищенская тишина. Нет ни машин, ни голосов, ни детей, ни бабушек на лавочках. Ощущение, что умер даже ветер. Несколько человек здесь все же есть. Они лежат сбоку дома и на стоянке, накрытые верхней одеждой. Я не хочу на них смотреть. Я боюсь, что увижу кого-то из своих знакомых. Вся жизнь в моем городе сейчас тлеет в подвалах. Она похожа на свечку в нашем отсеке. Погасить ее нечего делать. Любая вибрация или ветерок и наступит тьма. Я пытаюсь заплакать, но у меня не получается. Мне жаль себя, моих родных, моего мужа, соседей, друзей. Я возвращаюсь в подвал и слушаю там мерзкие железный скрежет. Прошло две недели, а я уже не верю, что когда-то была и другая жизнь. Март 2022 года. Город Мариуполь. У меня все.